Каждый день начальники полиции, главные судьи, начальники ФСБ и других силовых структур не перестают нас удивлять. Каждый день на просторах интернета, но ни в коем случае на центральных ТВ мы слышим информацию о новых арестах. Почему это скрывают от людей? Почему вы не покажете на федеральных каналах лица тех алчных сволочей, которые разворовывают нашу страну? Вот арестована очередная Милфа, судья возрасте, так скажем зрелая женщина. Знаете за что? За мошенничество на полмиллиона долларов. Как вам такие суммы, уважаемый зритель? Если вы хотите отставки кремлевских крыс, обязательно смотрите видео до конца, а также ставьте лайки, если вы хотите их отставки. Пишите свои комментарии по этому поводу, это уместно. Ленинский райсуд Ростова-на-Дону отправил в СИЗО экс-председателя Белореченского районного суда Краснодарского края Ирину Дадаш. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает официально объединенная пресс-служба судов Ростовской области. По версии следствия, судья Дадаш похитила у двоих потерпевших по уголовному делу 560 тысяч долларов, обещав оказать им юридическую помощь. Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя СКР Александра Бастрыкина о возбуждении дела против Ирины. Сообщается, что Дадаш при помощи подставных силовиков получила около 560 тысяч долларов от сотрудников Адыгейского государственного университета, которых обвиняли в торговле дипломами. Вы представляете, что не на дипломах такие деньги наваривают? Если судья с них потребовала взятку в 560 тысяч долларов, фигурантам дела пообещали прекращение расследования. На заседании ВККС Ирина Дадаш рассказала коллегам, что уголовное дело против нее инициировано краснодарскими силовиками, которым не понравилась ее принципиальность, а также ее попытка возглавить районный суд. В своей должности Дадаш лишилась в марте по требованию первого замначальника УФСБ по Краснодарскому краю, который заявил, что судья прогуливала работу. Региональная ККС подтвердила прогулы судьи в общей сложности 12 дней, лишили ее полномочий и понизили в классе. Вот они, судьи России, вот их истинное лицо, вот она правда, которую скрывают от нас по центральному телевидению или стесняются, не понимаю почему. Как вы думаете, уважаемый зритель, почему эти новости постят только в интернете и скрывают от нас по центральному ТВ? Своё мнение обязательно напишите в комментариях. И как у них вообще хватает совести и чести? Вернее, у них нет совести и чести, если они позволяют себе брать такие огромные взятки. 560 тысяч долларов. Хотела красиво, видимо, уйти на пенсию. Но это еще не все. Продолжаем дальше. Золото добывают прямо в суде. Приставы пришли за активами депутата Госдумы Собчука. Судебные приставы приступили к взысканию в доход государства долей владельцев терней золота, среди которых депутат Госдумы от Единой России Сергей Собчук и его сестра Лариса Стукова. Защита пыталась обжаловать решение о взыскании в московском городском суде. Об этом передает коммерсант. Адвокаты настаивали, что генпрокуратура не могла контролировать сведения о расходах и доходах народного избранника, так как он обладает иммунитетом. Кроме того, иск якобы должен был рассматривать не районный суд, а сразу верховный. Апелляция нарушений не нашла. Было отмечено, что несостыковки в декларации активов обнаружила не только генпрокуратура, но и управление президента по вопросам противодействия коррупции, а также сама Госдума. Зам Скворецкий райсуд Москвы постановил взыскать Собчука, Стуковой и бывшего депутата Госдумы Василия Усольцева доли в терней золоте в январе текущего года. Как установила генпрокуратура, Собчук вложил в предприятие 4,1 миллиарда рублей, а позже переписал большую часть долей на родственницу. Оставшиеся доли принадлежали депутату через подконтрольные кампании. При этом парламентарий якобы не смог объяснить источники средств, за счет которых производил вложения. При этом Собчук фактически управлял предприятием. Терней золота имела лицензии на разработку месторождений Салют и Приморская. Запасы золота и серебра там оценивают в 38 миллиардов рублей. Теперь они перейдут государству, а в дальнейшем, возможно, будут проданы на аукционе. В июле текущего года Усольцева признали виновным в отмывании денег. Ему назначили два года условно и штраф в размере 5,100 тысяч рублей. Что вы думаете по этому поводу, уважаемый зритель? Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. А мы продолжаем дальше. Повышение за подарки. Начать дело полиции в Адыгее, отделался штрафом за взятки. Какой штраф может быть за взятки? Он должен понести уголовное наказание. Начальника отдела МВД по Майкопскому району Адыгеи приговорили к штрафу в размере 800 тысяч рублей. А также ему на два года запретили занимать должности в органах власти. А я бы вообще запретил ему пожизненно занимать должности в органах власти, чтобы коллеги увидели и брали пример. И в голове тысячу раз прокручивали. А стоит ли то взятка того, чтобы у тебя забрали лицензию и ты смог вообще работать в правоохранительных органах? Полицейского признали виновным в получении взяток. Об этом сообщили в реку управления СКА. Как установило следствие, начальник отдела заставлял подчиненных покупать ему и его близким подарки. В обмен сотрудники отдела продвигались по службе и получали материальные поощрения в корешке. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Штраф, так скажем, тоже неплохой придется выплачивать. Но лучше бы, если бы закрыли за решеткой. Это было бы наказание понаглядней. Что вы думаете, уважаемый зритель, по этому поводу? Как всегда, вы можете свое мнение оставить в комментариях. Коллеги, поводом для моего выступления послужило постановление Конституционного суда от 2 апреля текущего года, в котором он по запросу группы депутатов оппозиционных, в котором он отказался рассматривать обращение депутатов по поводу неконституционности пенсионной реформы. Я, тем не менее, свое выступление собираюсь посетить не антигуманной реформе, а отсутствие должного, достойного уважения Конституционного суда к Федеральному собранию Российской Федерации, к законам, да, и к самой Конституции. Конституционный суд применительно к указанному обращению депутатов счел для себя допустимым не назначать дело к слушанию в заседании, в котором должны были принять участие депутаты, представители различных заинтересованных ведомств, средства массовой информации. И решение, принято, невзирая на то, что ее подписали 98 депутатов, которые в Думе представляют интересы более чем 10 миллионов избирателей, среди подписавших 32 кандидата и доктора наук, причем 5 из них в сфере юриспруденции, всего в числе авторов 23 юриста. Документ подписали руководители трех фракций. 16 судей Конституционного суда не сочли возможным потратить один рабочий день на проведение заседания, в котором, как мы полагали, в отличие от предыдущих думских и иных заседаний, посвященных пенсионной реформе, предполагалось рассмотреть не социальные, не экономические, не политические аспекты реформы, а ее правовые стороны. Ранее они должным образом никак не обсуждались. Но такие постановления выносились судом и в предыдущие годы, причем отказ принятия обращений к рассмотрению не выдерживал критики даже по формальным соображениям. Я их, к сожалению, за неимением времени здесь не в состоянии пересказать. Всего Конституционный суд с 1995 года по сегодняшний день по 41 запросу 1,5 депутата в Госдуму вынес определение об отказе в принятии к рассмотрению. Если говорить о тех решениях, тех постановлениях, которые Конституционный суд принимал по существу обращений, то по результатам рассмотрения дел в полноценном заседании суд примерно в двух случаях из трех руководствуется не буквой Конституции, не нормой Конституции, а ее духом. При этом суд нередко подменяет законодателя, сам создавая принципиальные новые правила, не имея на это никаких прав и законных оснований. Широко известен пример толкования Конституции, когда, разрешая вопрос о том, сколько раз президент может представлять одно и то же лицо на утверждение Государственной Думы в качестве председателя правительства, Конституционный суд сумел прочитать слово «кандидатур» в единственном числе. Хотя, как совершенно верно отметил судья Олейник в своем особом мнении, это никоим образом нельзя было осуществить, без некоторого насилия над семантикой русской речи. В итоге были установлены новые правила представления президентом кандидатов на должность председателя правительства. Столь же сомнительным является постановление Конституционного суда от 2 февраля 1999 года и определение от 19 ноября 1999 года о запрете судам назначать наказание осужденным в виде смертной казни. Смертная казнь должна существовать в России в соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации. Она остается в качестве исключительной меры наказания в целом ряде статей Уголовного кодекса, но Конституционный суд этого не заметил. Еще более ярким примером недопустимого законотворчества является изменение статьи 405 УПК Российской Федерации. Постановлением Конституционного суда от 11 мая 2005 года. Эта статья до упомянутого постановления предусматривала правила о недопустимости поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. В постановлении Конституционного суда установлена норма о том, что ухудшение положения осужденного допустимо в течение года после вступления приговора в силу. Эта норма была изобретена Конституционным судом без всяких законных оснований, поэтому требование Конституционного суда о внесении законодателям изменения в статью 405 долго не исполнялось. Оно было исполнено лишь спустя несколько лет. Судебная практика была разношерстной и лишь законом от 14 мая 2009 года был приведен в соответствии с этим требованием Конституционного суда, с этим сомнительным требованием закона.